Всем привет дорогие друзья, с вами Механик, сегодня новенькая серия Эссидент и сегодня мы едем на место очередного ДТП. По-моему там что-то серьезное произошло, сейчас мы с вами посмотрим, и да, я уже вижу отсюда, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, вы посмотрите, просто машина на крыше, вторая разбита, ёлки-палки, а мы с вами на Поршаке, кстати, на каком-то приехали, судя по всему. Так, нам срочно нужно включить, во-первых, аварийку, во-вторых, нам надо выйти и нам нужно позвонить, срочно звоним. Так, 112 звоним, вызываем скорую помощь, вызываем экстренные службы, там еще одна машина, ребят, тут две машины, ой, вернее, даже три машины получаются, жестко, давайте смотреть, что же там произошло. О, ой, Поршак какой, на Поршаке приехали, ёлки-палки, она сгорела что ли, или что с ней, посмотрите, что с этой машиной проключилось, она реально как будто сгорела, причем со всех сторон, она что, полноприводная? Так, тушите пожар, где пожар, я не вижу пожар, но в любом случае надо тушить пожар. Берем огнетушитель, огнетушитель взят, кто горит? Вот горит машина, ё-моё, неудача! Неадекватная помощь, я не успел что ли? Странно, а в чем дело, может быть я типа, не знаю в чем дело. Короче, я не буду сейчас рассматривать все, я буду сразу спасать. Так, быстренько звоним. Ребят, кстати, не забывайте, что по ссылочке в описании вы можете перейти, попадете в мой магазин игр, в котором продаются лучшие ключи и аккаунты. К самым новым играм, очень низкие цены, реально крутое предложение, поэтому не упускайте шанс, переходите, тем более, что у нас сейчас действует акция, настоящая крутая акция, которая позволит вам очень неплохо так сэкономить. Так, включаем аварийку, выходим быстренько из машины и скорее, скорее багажник открываем, огнетушитель доставаем, машину тушаем. Так, машину жестко тушаем, потому что она реально горит. И нам еще, видите, надо зафиксировать какой-то автомобиль там на... На... В смысле... Че за фигня, почему так происходит? Че-то странное, ребят, как-то. Ну-ка. Я, видимо, не смог потушить огонь, поэтому... Что-то приключилось. Наверное, так. Ох, нет, машина упала! Ну, вы поняли, да? Короче, надо сначала машину, которая падает. Я вообще даже не видел, что там есть машина, которая просто падает. Вы прикиньте, там тачка просто падает. Так, срочно мы звоним. Потом сразу аварийка. Телефон. Позвонить. Давай быстрее. Сейчас будем фиксировать машину, значит, каким-то образом. Я пока вообще не понимаю, как это сделать. Это сложное задание, чтобы вот так всех спасти реально. Так, выходим. Срочно, срочно. Давай, 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 фиксируем тачку. Как-то, как ее фиксировать? Как ее фиксировать? Ядрить, кудрить? Че делать-то? Слишком опасно открыть. Не понимаю, как ее зафиксировать. Че сделать надо? Я могу только открыть багажник. Давайте посмотрим, что у нас есть. Нет, она упала! Жесть. Жесть. Так, возвращаем обратно к... Не знаю, как ее спасать. Ребят, реально не знаю. Так, ну-ка. Что у нас тут есть? Аварийный знак. Да кому нафиг нужен этот аварийный знак? Тут жизнь в опасности у людей. Так, необходимо установить предупреждающий треугольник. Сейчас установим. Но это бесполезно, там машина упадет. Все, упала. Я не понимаю, как ее спасти. Это реально какое-то сложное задание прямо. Так, ну, хорошо. Если я ничего не буду брать. Давайте просто, просто так пока бежим. Предотвратите падение машины. Как я должен его предотвратить? Как? Опасно слишком. Чувак, чувак, стой, стой, стой. Пожалуйста, чувак. О! Есть! Блин, все равно не спасло. Надо больше камней. Все, я нашел выход. Но самое главное, что выход теперь найден, ребята. Все, камни, камни нас должны спасать. Не нас, вернее, а вот этого чувака. Быстренько бежим, 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 бежим. Так. Открыть багажник. Какое-то время у нас есть, по-любому. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Все? Застрявший камень. Ну, ладно, я надеюсь, что этого хватит, чтобы он не упал. Так, теперь быстренько идем тушить. Я-то думал, что это с женщиной какие-то проблемы там, что она сгорает, когда я не смог ее потушить. Но по факту нет. Это проблема была в том, что падала тачка. Прикол в том, что я не потушил багажник. Ой, ну вы поняли. Короче, я не потушил ее. Так, все, потушил. Выйти. Выходи, женщина, выходи, срочно. Выключаем зажигание везде. Так, так, так. Блин, мне не подобраться к нему вообще. Но он цел. Он просто дрожит, короче. Ему надо просто как-то помочь. Здесь что у нас? Ох ты, ядрить, кудрить. Прямо перевернулось. Так, багажник у нас закрыт. Водительская закрыта. Так, вырубили. Место происшествия теперь нам нужно обозначить. Берем, давайте. Аварийный знак. Сюда побежали, туда побежали. Фух, ну вот это жестко получается. Ребят, реально прямо. Я даже не мог представить, что это будет настолько сложным заданием. Так, нам нужен еще один аварийный знак. Так, у меня получается второго нет. Сейчас будем у кого-то его брать. Наверное, у той точки. По-моему, здесь бензин вытекает. Это не очень безопасно. Так, аварийный знак. Есть второй. Хорошо, сейчас нам, в принципе, медики скажут, что делать. Ну или там не медики. Ну, короче, кто-то нам скажет, что делать. И так, смотрите, проверьте всех пострадавших. Проверка точного местоположения. Давайте сначала пострадавших мы определим. Хотя, может быть, это и не лучшее. Это, наверное, не лучший вариант. Мы лучше сейчас местоположение сначала определим. Давай, давай в машину скорее местоположение будем определять. Так, навигация. Уже есть. Навигация у нас есть. Так, теперь быстренько идем смотреть, что с ними. Возьмем, на всякий случай, аптечку сразу с собой. Так. Проверить. Чувак, ты как? В порядке? Ты вообще, ты живой? Чувак, нет? Я не понял, он вообще дышит или не дышит? Но, по-моему, у него шея сломана. Так, теперь. Теперь вот это. Мадам, мадемуазель. Мэм, вы меня слышите? Вы вообще дышите, нет? Не, не дышит тоже. Так, у нее еще рано здесь. И рано здесь. Ну, синяк, короче, на ноге. Так, теперь вот это. Мадам, мадемуазель. Сейчас мы ее проверяем. Мэм, мэм. Вы меня слышите, мэм? Она дышит. Хорошо, она дышит. Это отлично. Так, и еще чувак, который просто дико испугался на панике. Чувак, все хорошо. Так, давайте помогать ему выбраться. Ну, он самый не пострадавший. Он просто очканул, как бы. Ждать помощи, и все. А эту что, не надо спасать? Я, в принципе, мог бы спасти. А куда я, чувак, одел? Чувак, ты где вообще? А, вот ты. Мужик, ты как в порядке, нет? Давайте уберем камни, чтобы его машина упала вниз, чтобы он по страховой получил выплаты нормальные. Не, ну вообще жестко, согласитесь. Прям ДТП-хо очень серьезное. И вот эта вот, которая улетела с обрыва. Ну, хорошо, она не улетела, но почти улетела с обрыва. Это вообще прямо. ДТП реально, ну, как бы, выглядит вроде не прямо уж так сильно, но по факту, согласитесь, это прям очень страшное дело такое. Так, все, ждем. Ждем помощи, и потом нам еще надо отслеживать. А те, походу, все уже. Так, ждать помощи. Все, ждем помощи. На вертолете даже обалдеть, прикиньте. Чисто спасатели Малибу на вертолете. Ну-ка, 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 ну-ка. Сейчас посмотрим, будут спасатели или нет. Ну, просто вообще, как это физически выглядит. Мне прямо интересно. У того чувака просто паника, который чуть с обрыва не упал. Просто как бы испугался, такой, типа, ээээ, что произошло? Так. Надо несколько камней еще в багажник положить. Давайте сделаем это. Или не надо? А, вроде и не надо. Так. Хьюга тормозит слишком рано, и недостаточно поворачивает и краю обрыва. Хьюга, я понял. Хьюга, я тебя понял. Так, что это такое у нас? Эээээ, не понял. Офигеть! Так тут вот, что, смотрите. Чувак ехал. Вот. Видно, да, по следам? Вы посмотрите, он ехал. Вот сюда раз. Улетает кубарем просто вон туда вниз. Так, это уже серьезное пошло дело. Почему не дает прогуляться, я не знаю, конечно. Ну ладно. То есть, тот чувак получается улетел вниз, вот эта, которая перевернутая, тачка вся побита. Она вот оттуда скатилась. Вот от нее колесо получается. Колесо это недостаточная подсказка. А вот тут обломки, получается, его. Так, тут можно подняться. Ну я, в принципе, поднимался уже, да? Так, давайте посмотрим, что здесь происходит. Ну, по сути, я уже понял весь порядок событий, но мне надо еще улики найти. Ну я тут, по сути, все уже понял. Сейчас мы по машинам еще посмотрим. Может, где-то можно из машин что-то надыбать. Масляная лужа не относится к делу. Согласен. Так, это вырезается в этого. Ну а этот улетает. Как бы, ну, все понятно, по-моему. Так, еще нужна одна улика. Или можно так собирать? Нет, так не получится. Надо еще какую-то улику. По сути, я даже не знаю, что за улику. Давайте попробуем реально здесь подняться. Так, где нам тут предлагали только что подняться-то? А, вот. Вот же оно. Подняться наверх получается и... Где-то вот только что было что-то. А, спуститься вниз. Не, ну, тут все понятно. Тут как бы чувак просто ехал. Его занесло жестко и все. Я просто ищу. Возможно, знаете, какой-нибудь там, типа, гвоздь будет где-то. И он, типа, проколол колесо. И поэтому его занесло. Поэтому он перевернулся вниз и спровоцировал такую аварию. Ну, не знаю. Здесь что-то ничего больше не подсвечивается. Да, реально, что-то не подсвечивается ничего. Ну-ка, спускаемся вниз. Последняя какая-то улика должна быть. Ну, здесь... Ну, здесь... Че, как бы здесь ничего такого криминального нет. Здесь просто тачка ехала красная. Перед ней, получается, упало вот это. Она не успела оттормозиться, врезалась в нее. Хм. Ну, тут вообще, типа, тачка вся искорежена. И, по сути, никаких улик тут нету. Дырка в шине. Это могло бы быть каким-то... Ну, какой-то причиной, но по факту нет. Блин, ну что? Что еще-то? Где? Где еще улика какая-то? Че-то ничего больше нет, никаких улик. Странно. Ни знаков нету, ничего нет такого, чтобы можно было за что-то зацепиться. Ну, типа, я и так понимаю. Давайте попробуем выставить. Так, сначала, получается, седан падает со скалы вниз. В смысле, нет. Это не первое? Хм. А, я понял. Сначала он теряет контроль над машиной. Нет, смотрите, неправильно все. Сначала чувак едет на седане, получается. Потом он теряет контроль над машиной. Странная фигня. То есть, что произошло между тем, как он потерял контроль и тем, как упал? Давайте еще подниматься. Что-то не хватает нам. Вот это же Гийом, правильно? Вроде как, да. То есть, он потерял контроль над машиной. Что произошло после того, как он потерял контроль? Или до того, как он потерял контроль? Вот сюда он улетает. Все понятно здесь. Тут можно спуститься. Давайте смотреть лучше. Ага, царапина. Желтый седан приезжает по большому камню, пробивает шину. Я не вижу большого камня здесь. Возможно, он куда-то отскочил. Камень. Вот он, этот камень шины, видите? То есть, камень лежит здесь. Он, получается, несется. Налетает шины на этот камень. Камень отлетает туда. У него пробивается шина. Он начинает его заносить. Он пытается выровняться. Но в этот момент его заносят сюда. Он просто кубарем летит вниз. А мы с вами, получается, видим теперь полную картину. Итак, первое у нас это большой камень. Второе потерял управление. Третье упал вниз. Четвертое из-за этого в него врезается красная машина. И когда едет вот этот Хьюго, он пытается оттормозиться, но его заносит и он почти улетает. Как-то так все и получается. Это, в принципе, не очень сложно. Ух ты, мертвый. Ну, понятно, она не дышала, короче. К сожалению, она не дышала. Мертвой. Так. Машина упала с холма. Или когда машина? Тоже погиб, прикиньте. Когда машина скатилась снизу по холму, ударился. А крышу машины так сильно, что сломался шею и мгновенно погиб. Печально, ребят. Беренс. Ну, понятно, что, ну, типа, там ничего сложного вроде у нее там и не случилось. То есть, там не сильная авария, походу, была. А вот тот чувак, интересно, как он вообще? У которого был дикий такой страх, что он чуть не упал. Ну, он несколько раз падал. У Ги Го ушло несколько часов на то, чтобы избавиться от психологического шока, который он испытал, когда машина остановилась прямо на краю обрыва. Ух. Жестко. Ну, по сути, все, что мы могли сделать, мы с вами сделали. Я считаю, что мы с вами в любом случае молодцы. Реально, ну, кому смогли помочь, тому и помогли. Так что, ребят, на этом будем заканчивать. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий. Всем пока.